ноябрь в петербурге солнце остановите землю я сойду сегодня у нас необычная экскурсия дело в том что вы можете делать вот так вот пальчиком так вот будете крутить и там будет все прокручиваться более того вы можете еще делать так будет это будет приближаться и отдаляться мы сегодня будем гулять с вами вокруг дворцовой площади и наверное еще за нырнем во дворы и я вот давно хотел эту тему окучить то есть показать что на дворцовой площади можно провести 10 абсолютно разных экскурсий и ни одна из них не будет пересекаться ну начну естественно с того что у кого болит тот о чем тот о том и говорит это история про всевозможный древолюционный и даже постреволюционный терроризм мы с вами находимся на мосту это вот такой большой большой мост на самом деле есть у нас и поширше там возле исаакиевского собора как принято говорить некоторыми гидами самый широкий мост там кто говорит в европе кто говорит в мире общем у кого у кого насколько наглости хватает те так и вещают но вот этот вот мост называется певческий потому что там за моей спиной находится певческой капеллы мы к ней подойдем и мы говорим про событие которое случилось здесь 2 апреля 1979 года дело в том что как мы знаем ну например по запискам генеральша богданович которая собирала все сплетни городские на маков являвшись а тогда министром внутренних дел рассказывал что сам александр второй говорил что пройдя певческий мост он встретил человека который был одет форме на одежду с фуражки с кокардой этот человек отдал ему честь даже и александр 2 успел посмотреть ему в лицо и когда он прошел мимо вот примерно примерно где-то в этом месте человек достал пистолет и начал не стрелять александр был человек военный как в общем-то и все романовы и он знал что нужно убегать вот так вот сюда туда сюда туда то есть террорист выстрелил один раз царь уклонился террорист выстрелил второй раз царь уклонился и так вот он зигзагами вот так вот вот и бель и бежал от него и затем выскочила из своей служебного помещения значит один из придворных александр 2 села в коляску и доехал уже до зимнего дворца к которому мы собственно с вами и направляемся это как бы преамбула что этому предшествовало изначально дело в том что еще не существовало никакой партии народной воли еще была партия земля и воля но в недрах этой партии уже зрели мысли о том что надо бы как-то избавиться от главного палача россии так они считали вследствие того что все их действия по мирной работе как в деревне так и в городе пресекались властями то есть на самом деле совершенно правильное название романа советского нетерпения оно было с двух сторон и в итоге в петербург съехалось несколько человек съехался приехал сюда людвиг кобылянский поскольку это у нас первый тур а то оператор лёха сказал что надо немножечко исправить и теперь будет вообще вообще все хорошо потому что и тень на меня падает и прочее но я специально на солнце смотрю потому что знаете таки прохлада ноябрь знаете ли в общем приехал людовик кобылянский приехал гольденберг и приехал александр соловьев причем кстати портрет александра соловьева я вам покажу как он выглядел вот с нами есть человек владелец камеры счастливые дай-ка мне эту пачечку бума бумажечек да здравствуйте значит тут у меня есть целая подержи поучаствует в процессе да тут у меня есть целая пачка всякого якова и и тот о котором мы будем говорить выглядел вот так я почему и в данном случае подпоказываю картинки и улетела но и ладно кому-то достанется фотография изображающая вот так вот он выглядел собственно почему потому что ну 360 градусов то узнаешь как-то особо не под не подставляешь картинки в сам кадр вот этот замечательный человек александр соловьев он было сыном другого персонажа который на самом деле всю жизнь проработал в ведомстве императрицы марии федоровны это было благотворительное такое ведомство и благодаря этому соответственно благотворительность благодаря его сын сначала отучился на халяву в гимназии это ведомство не марии федоровны извините елены павловны супруги михаи михаи михаила павловича та которая сидела у нас в нынешнем русском музее благодаря этому александр соловьев отучился на халяву в гимназии а затем попросил подобрать ему место учителя и в этом ему тоже было не отказано как собственно говорил господин набоков на суде это дед писателя набокова вот эти три человека они приехали сюда с целью убить царя причем гольденберг на тот момент уже вместе с кобылянским они осуществили удачное убийство одного из губернаторов россии никого бы то ни было двоюродного брата кропоткина будущего главы предводителя идеи анархизма случилось это в городе харькове и давай не решать к кому же царя убивать вышли они на землевольцев и со стороны землевольцев было три человека и вот эти вот трое они сидели и решали кому убить естественно каждый хотел взять инициативу в свои руки но как пишет в своих воспоминаниях другой народоволец морозов было понятно что если это сделает гольденберг то соответственно обрушится гнев народный на жидов так их принято было называть в тот момент на евреев причем жиды это еще и носило порой польскую коннотацию если же это сделать кобылянский то опять таки на жидов только уже конкретно на поляков потому что он был поляк поэтому жребий достался александр соловьеву происходили все эти встречи в трактирах гольденберг потом на показаниях во время показаний говорил что одна из таких встреч была на большой садовый другая на офицерской это нынешние улицы декабристов но самое главное была потом встреча всех членов земли и воли ну центральных их которая была описана в воспоминаниях многих соответственно участников этой встречи и на ней и квитковский и михайлов они сказали о том что вот есть человек который собирается убить государя императора и он просит помощи и соответственно надо это ему эту помощь оказать а уже тогда был раскол на будущих так называемых чернопередельцев и народновольцев еще раз хочу сказать никакого общества народной воли тогда не существовало и разгорелся скандал попов будущий чернопеределец он кричал о том что ну вы не должны этого делать а если вы это даже сделаете то он предпримет меры к тому чтобы сам задержать чтобы сам задержать то лицо которое собирается покуситься на царя и еще один человек сказал что вообще он собирается сделать донос на тех кто организовывает это цареубийство на что квитковский это уже плеханов вспоминал вас крингнул что ах так так мы будем с вами поступать как с доносчиками на что ему было отвечено ну не забывайте что мы тоже умеем стрелять плеханов вообще там разряди разродился такой тирадой что после каждого такого случая теракта нам приходится оставлять каждую область как рим отдавал свои области под наш пором варваров но плеханов был великолепный оратор не зря он первый толкнул на политическую речь возле казанского собора во время первой политической демонстрации я об этом даже уже не помню по моему рассказывал одном из видео и даже показывал мемориальную доску с этим связанную если не показывал то скоро покажу в общем такая буйная соответственно встреча и никто не знает может быть и дошло бы до перестрелки если бы в этот момент не постучал дворник то есть они не знают что это дворник они все напряглись выхватили револьверы и сказали ну господа если это полиция мы же будем стрелять конечно было отвечено им и вот так вот по кругу сейчас будем ходить я специально чтобы вы могли посмотреть на дворцевую площадь тем временем пока я вам веду этот рассказ и эта ситуация разрядила обстановку но было понятно что все раскол намечается и дальше начинается какая-то очень странная история дело в том что револьвер которым соловьев стрелял в императора александра второго был куплен вот там неподалеку на невском по адресу невский дом 10 в оружейном депо куплен он был на самом деле доктором веймаром это отдельная история сейчас мы не будем ее касаться цесаревниным доктором тоже кстати показательный момент цесаревнин доктор участвует в подготовке цареубийства ну и не только в цареубийство он участвовал лично участвовал в побеге Кропоткина из тюремной больницы с нынешнего Суворовского проспекта тогда он назывался Слоновьей улицей и например Фигнер пишет о том что Соловьев ходил в тир стрелять Гольденберг показывал то что Соловьев вместе с ним ходили на Семеновском полосу там было стрельбище это вот нынешний Витебский вокзал соответственно вот как раз одна из экскурсий у меня видео там было он ходил туда стрелять поэтому он как бы в общем то не должен был промахнуться но тут надо поговорить еще про личность самого этого Соловьева он был ну такой знаете немножко фриковатый да Фигнер писал о том что он пойдет куда-нибудь гулять взбред в болото ночью его например встретят в полицейский спросит кто идет он скажет черт и загремит соответственно в участок в общем такой в личной жизни у него было все не ахти как и так далее револьвер который они использовали он был настолько огромный что туда в дуло входил палец они его назвали медвежатником соответственно Соловьев выходит у него в руках револьвер у него в кармане грецкий орех пустой с ядом и стреляет в императора не попадает ни разу весь барабан пустой выскакивает один офицер по фамилии Кох догоняет Соловьева и награждает его ударом шашкой но не острием а плашмя шашка у него согнулась соответственно Соловьева хватает отвозят вот туда вот значит угол Гороховой и Адмиралтейского проспекта дом 2 по Адмиралтейскому проезду это будущее кстати адрес ЧК и там же Вера Засулич стреляла в губернатора Трепова там соответственно был дом градоначальника тогда градоначальником был человек фамилии Зуров и Александр возвращается в Зимний дворец все счастливы от того что избавление от такой вот ситуации и именно после этого вот цесаревич ну будущий Александр Третий пишет как же плохо что теперь приходится выезжать с охраны и попа наконец таки стал ездить с двумя казаками по сторонам и с одним на запятках а до этого Александр Второй не имел никакой охраны ну как вы знаете у него был уже в самом разгаре роман с Екатериной Долгоруковой Соловьева казнили на Смоленском поле я ну вы уже не попадете на эту экскурсию потому что скорее всего я ее выложу позже а может быть и попадете да я как раз тут планирую провести экскурсию возле ДК Кирова где раньше располагался это Смоленское поле там же казнили Каракозова Соловьев умер вполне достойно кстати и это был уже такой первый действительно серьезный звоночек в том что не все хорошо в датском государстве я имею ввиду систему обеспечения охраны его императорского величества соответственно это произошло если вы прокрутите сейчас еще раз это видео это произошло вот там вот примерно когда вы сходили с моста это как бы первый сюжет следующий сюжет уже мы переносимся в 1880 год и он связан непосредственно с Зимним дворцом и с другим персонажем его звали Степан Халтурин сейчас я покажу вам как его нет это мне надо залезть туда как он выглядит у меня к сожалению с собой только книжки с его портретом ну вот я сразу покажу и уберу вот ой вот тут два так бы это книга из серии ЖЗЛ жизнь замечательных людей а это вот он очень молодой Степан Халтурин был у нас столяром причем столяром очень искусным не таким же поруким как я ну хотя я тоже что-то делал там когда учился в училище на Дальневосточном проспекте он был мастер лака он так лакировал что про него говорили на твоей полировке блоха поскользнется он естественно приехал в Петербург из провинции там у него я не буду сейчас подробно этого касаться там у него была интересная история его там кинули он остался без денег в общем человек реально молодой парень попал он сюда приехал устроился на заводы но довольно быстро освоился и погрузился вот в эту рабочую историю то есть он довольно рано начал интересоваться рабочими вопросами как тут все организовано и более того начал понимать что требуется довольно серьезная организация этого процесса и поэтому он через какое-то время выбился в лидеры рабочего движения и он ненавидел терроризм он его не принимал вообще ни под каким соусом потому что после каждого какого-то такого эксцесса точно так же по рабочим наносился удар и все их рабочие кружки рабочие организации разгонялись они терпели фиаско рабочую газету он пытался наладить именно поэтому он начал связываться с профессиональными революционерами с профессиональными террористами потому что у них был доступ к шрифту у них был доступ к оборудованию и так получилось что кто-то пришел и сказал что нужен столяр на императорскую яхту ну и один из присутствовавших обратился не к Халтурину а к тому другому сказал ну так ты иди заодно царя и грохнешь и тут Халтурин подумал а почему бы и да он поступил туда столяром и связался как раз таки с уже тогда сформировавшейся партией народной волей ему курировал Александр Михайлов по кличке дворник это человек главный конспиратор человек консолидировавший всю партию и собственно именно благодаря ему она смогла провести несколько успешных потом терактов сам погорел по собственной глупости был арестован об этом я отдельно рассказывал Халтурин очень хорошо проявил себя и его перевели вот сюда в Зимний дворец тут надо сказать пару слов по поводу организации быта в Зимнем дворце буквально парочку потому что этому я посвящу отдельную не знаю лекцию, прогулку, чего угодно я тут купил совершенно потрясающую книжку недавно вышедшую в Эрмитажном издательстве там это все подробно рассказывается именно с эпохи Николая Второго, правда дело в том, что в то время как вот с главного входа отсюда или с набережной доступ был посторонним людям естественно запрещен и было крайне сложно попасть в Зимний дворец даже высокопоставленным особом с черного входа туда входили кто угодно благодаря прислуги, которая там служила а штат был огромный ну помимо там дворников, поваров и всех остальных было еще же огромное количество там лакеев и всевозможных рабочих да, подсобных рабочих кем и был Халтурин например, он он естественно строился такого простачка такой спрашивал, а как царь живет а какой у него график вообще передвижения когда он встает, когда он ест ну над ним посмеивались мол, туповатый ты парень Батышков у него была такая фамилия он под ней сюда прописался Батышков да, туповатый ты но мы тебе расскажем например, прислуга ходила воровать естественные припасы царские и Халтурин для того, чтобы ну, не выделяться из толпы участвовал вместе с ними в этом замечательном мероприятии и когда он приходил на конспиративные встречи с народовольцами они, конечно ну, мягко говоря офигевали от того, что они слышали потому что они, естественно тут никогда не были и им тут вход был заказан значит, план был такой проносить потихонечку динамит, складывать и потом взорвать во время пребывания царя но понимаете динамит ведь надо проносить инкогнито я имею ввиду чтобы его никто не видел он его проносил хранил сначала у себя в подушке и подушку эту держал под головой динамит это вещь не очень полезная на самом деле то есть она он испаряет не самые лучшие вещества и, конечно же, голова у Халтурина раскалывалась ему после этого посоветовали все-таки динамит убрать в сундук что и было произведено он убрал его в сундук для того, чтобы в сундуке его не нашли он напихал туда грязного белья это арестик вас убежал? здравствуйте да давайте здравствуйте вставайте к нам на фото на фото запечатлиться а где а где Петры? а где Петры? мы не знаем на местах вы гусары концепция концепция поменялась теперь вместо концепция сломалась 300 лет было? конечно 300 лет вы хорошо выглядите какой же у вас интересный сексуальный опыт скопился за 300 лет боюсь даже себе представить у вас никакого так воспользуйтесь наконец ситуацией такая опытная девушка рядом 300 лет живет и так сохранилось вампир да не иначе вурдалак а я Ван Хельсинг вот видите у меня даже орудие в руках ну как-то они неграмотно подкатывают на самом деле надо с ними провести работу по работе с возражениями 100% но интересно то что они вообще появились да дело в том что на самом деле всегда здесь на Дворцовой были Петры и Екатерины ну всегда а тут вдруг какие-то гусары нарисовались ну плюс вот эти вот ростовые куклы убогие абсолютно которые давайте вот туда еще сходим да чтобы здесь мы только не гуляли тем более что на самом деле нам сюда и надо в общем короче начал носить халтурин это динамит хранил его в сундуке и время идет летом то царь был не летом точнее а осенью царь был в Левадии я вот тут как раз был недавно в Левадийском дворце и мне рассказали когда туда царская семья предпочитала приезжать не летом потому что летом там было невозможно и пока он был в Левадии тут были более-менее соответственно свободные спокойные нравы можно было спокойно все проносить и чувствовать себя свободно а потом вернулся и естественно все ужесточилось динамит стало гораздо сложнее проносить гораздо стало сложнее отпрашиваться из дворца кстати офф топ мы идем с вами по территории куда раньше простым смертным вход был воспрещен она была огорожена решеткой по проекту кстати архитектора Мельцера я про него рассказывал чуть-чуть в одних из своих предыдущих экскурсий по Петроградке потом ее эту решетку разобрали она сейчас находится на она находится в парке жертв 9 января там за Нарвской а цоколь цоколем облицован дом барона Фредерикса на углу Почтамской улицы и господи забыл как переулок называется в общем он тоже перестроен сейчас в таком конструктивистском виде когда-нибудь тоже покажу ну и соответственно вот в этом крыле примерно здесь располагалась эта столовая на которую зарился Халтурин динамита было мало на одном из совещаний когда он пришел спросить сколько его надо и когда было сказано сколько его надо и сколько у него есть стало понятно что вот такими темпами у него потребуется ну не знаю год-два для того чтобы его собрать на ту беду еще Александр Михайлов был арестован теперь курировать халтурина стал Андрей Желябов а он такой был парень то ну понимаете огонь в глазах и шила в жопе то есть скорее скорее давай давай и в итоге получилось так что приехал родственник царя он опоздал и должен был случиться обед в честь этого родственника в так называемой желтой гостиной этот интерьер не сохранился располагалась эта гостиная на втором этаже а вот если вы посмотрите прокрутите тут есть такие полуподвальные окна вот собственно там то и располагались столяры и все вообще вот служители дворца а на первом этаже на прямо над ними над столярами была кардигардия там располагался финляндский полк это вот примерно там там даже висит сейчас ее немало кто видит мемориальная доска по поводу финлянцев убитых в результате взрыва встроенным халтурином эти полки они менялись каждый раз это была большая честь на самом деле охранять царя как вы понимаете в тот день дежурил как раз таки финляндский полк он располагался на Васильевском острове там в районе косой линии были его казармы и халтурин для того чтобы не покалечить своих коллег он устроил пирушку позвал их всех на эту пирушку в самый разгар пьянки сказал ой мне надо отлучиться вернулся сюда зажег фитиль придвинул соответственно сундук поплотнее и вышел и поскольку с Желябовым они встречались на углу Невского проспекта и Адмиралтейского вот там там раньше был такой магазин гораздо меньшим меньших этажей там был магазин Дациаро дом меньших этажей магазин Дациаро где располагались в витринах всевозможные гравюры городов виды и так далее и там всегда была толпа можно было затеряться и быть незамеченным в этой толпе то очередной раз выйдя он проходя мем Желябова сказал сейчас рванет и оно рвануло рвануло и что там было я вам сейчас покажу на самом деле вот тут есть у меня такая фотография которая была сделана после взрыва значит надо сказать что никто из царской семьи не пострадал не пострадал и гость вот эта фотография этой самой желтой гостиной есть масса воспоминаний цесаревич будущий Александр Третий писал про свои ощущения что что там произошло там погас газ кстати мы отсюда знаем что было газовое освещение в тот момент в зимнем дворце пол немножечко такой вздыбился стекла вылетели но в общем то никто не пострадал но было убито я не помню точное количество но около 20 человек вот этих вот финлянцев потом несколько еще скончались в госпитале когда Халтурин узнал что царь не убит с ним случилась самая настоящая истерика он потому что хотел в общем то он понимал что он принесет жертву каких то посторонних людей но хотя бы царя убить царя он не убил в итоге он отморозился какое то время на конспиративной квартире потом его переправили в Одессу где он вместе со своим коллегой начал готовить покушение на местного прокурора Котлеревского их схватили никто не знал вообще что это Халтурин их повесили под теми именами под которыми схватили знали бы они кого они вешают так конечно же переправили бы его в Петербург а в честь этих финлянцев на Смоленском кладбище я вот тут там как раз опять таки собираюсь в скором времени экскурсию провести был установлен монумент обезображенный в советское время с него были сбитые дощечки ну потому что это проклятые царские враги слуги враги всех значит хороших и добрых людей не важно что вообще то как бы солдаты они все были из крестьян как правило да да и улица миллионная которая вот там вот где у нас новый эрмитаж по проекту Лео фон Кленце она долгое время в советское время носила имя Халтурина в честь как раз этого события и именно после этого взрыва вот этот самый Маков про который я рассказывал министр внутренних дел был смещен его место был назначен Лорис Мелликов Маков ставший как его называли прямо диктатором а Маков кстати потом в 83 году покончил с собой его обвинили в злоупотреблениях один из его подчиненных в почтовом ведомстве а почтовое ведомство входило в состав министр внутренних дел устроил растрату тень сомнения тень подозрения пала на Макова и он застрелился короче все умерли друзья я хотел еще вас сегодня поводить по дворам но это мы сделаем отдельную экскурсию значит третий сюжет о котором я буду рассказывать это третий теракт но он уже случился после великой октябрьской социалистической революции семнадцатого года тут у нас игогошечки такие здравствуйте несчастные лошади обслуживающие интересы туристов и пони грустные пони ух да мы уходим небезопасными нам говорят хотим подходить это правда на самом деле они действительно правы а мы не правы каемся но нам хотелось просто вам сделать приятное чтобы вы посмотрели на лошадок прокрутили значит буквально два слова не планировал я это делать но здесь есть очень интересный момент вот с этими про столб не буду рассказывать это вот как раз тема отдельной экскурсии да когда ты рассказываешь уже например про архитектуру но здесь тройная ограда дело в том что когда поставили вот этот вот александрийский столб то народ наш конечно же стал лазать и пытаться поскоблить вот те барельефы чтобы этого не произошло поставили ограду вот эту красивую но народ начал соответственно отломать от этой ограды орлов и все остальное поставили вот эту ограду то есть это ограда защищающая ту ограду ну как бы что не добавить не убавить значит семнадцатый год к власти пришли большевики ну там было сначала коалиционные как бы не правительство вместе с левыми сырыми анархистами потом значит понятно левый сыровский мятеж и все такое прочее но в городе Петрограде организуется чрезвычайная комиссия да Петро ЧК как ее называли при союзе коммун северных областей были масса новых странных аббревиатур мало кто понимал что они означают но главное что они сами понимали дело в том что мы сейчас живем с познанием мы в курсе какова цена вопросов в 1937 году в 1952 году ну все вот эти вот да сначала волна одних сталинских репрессий потом вот это ленинградское дело и злосчастные и все такое прочее но на тот момент никто же не был не в курсе да все думали что вот репрессии устроенные Столыпиным когда было погибло три с чем-то тысячи человек это вот ужас ужас кто бы сказал что потом начнется а потом началось и тут надо сказать что ведь вместе с контрреволюцией в городе орудовали всякие бандосы выпущенные по инициативе по приказу временного правительства так называемые птенцы Керенского да когда была объявлена всеобщая политическая амнистия там соответственно под эту лавочку замечательно вышли и бандосы и поэтому конечно же Петр ЧК занимался и ими в том числе и действительно происходили расстрелы но происходили расстрелы не только и порой даже не столько как бы контрреволюционеров сколько вот этого криминального и прочего элемента но доставалось и тем кто не принимал новые идеи на Урицкого повесили всех собак надо сказать что по некоторым последним изысканиям Урицкий не был таким уж прям кровавым палачом каким его рисовали в белогвардейской прессе но а он был еврей а это тогда воспринималось очень болезненно вообще соответственно в белой эмиграции это все называлось жидовской революцией и так далее кто бы им сказал что на самом деле благодаря этому советская власть выстрелила в какой-то момент потому что пассионарный заряд еврейского населения наконец нашел себе применение и в армии и в искусстве и в культуре и так далее и Урицкий был назначен председателем этого Петра ЧК он кстати был одним из инициаторов высылки великого князя Михаила Александровича несостоявшегося императора на миллионы двенадцать закончилась кстати династия Дома Романовых там по идее Михаила Романова должны были пригласить императором но собравшиеся персонажи Родзянка, Милюков и прочие объяснили ему что пока не надо этого делать до созыва учредительного собрания и его выслали в Пермь именно вот в это здание ворвалась госпожа Брасова набросилась на Урицкого с криком что вы сделали с моим Мишей верните моего Мишу но надо кстати сказать что у госпожи были яйца не каждый себе такого мог позволить ну и происходит очередной расстрел нескольких людей об этом печатается информация в прессе и тогда другой человек сын Юакима Канегистера довольно известного в городе предпринимателя очень богатого персонажа он имел свой собственный дом на саперном переулке дом 10 саперный так был назван потому что там квартировал саперный батальон туда в этот дом приходили там и Ахматов и Мандельштам и Есенин и даже Герман Лопатин про которого у меня выйдет отдельный сюжет в серии Нижний с перцем такой знаете Д'Артаньян революция абсолютно безбашенный безалаберный и честно говоря отвратительный человек по части несоблюдения конспирации и выдавший свое время там больше ста младонародовольцев потому что не шифровал никаких записей и обновленные при нем записки в общем-то послужили практически прекрасной базой для арестов даже он там бывал отсидевший на тот момент уже в Сельдбурге довольно большое время в правом крыле располагалась эта самая Петра Чика Леонид Канегисер решает вот у нас кстати тут есть еще одна картиночка сейчас мы вам ее быстренько покажем там где он присутствует прям таки с господином Есенин Леонид Канегисер решает отомстить а за расстрелянного своего приятеля а б показать что на самом деле не все евреи вот такие какими их рисуют вот видите портрет как раз Канегисера и Сергея Есенина значит что он делает он в один прекрасный, точнее не прекрасный летний день выходит из своего дома на Саперном 10 находит до Марсово поле находит до Марсово поле там он берет в аренду велосипед оставляет в залог 500 рублей кстати заметьте 500 рублей это колоссальнейшая сумма на самом деле чуть больше чем дофига на нем он едет и приезжает вот в это правое крыло мы специально здесь идем чтобы вы могли оценить вот это потрясающее творение Карла Ивановича Росси как он тем более скривил эти арки приезжает сюда Урицкий еще не приехал кстати Урицкий уникален тем что у него была своя фамилия у них же у всех остальных там там у Троцкого, у Лодарского они же были псевдонимы а Урицкий он действительно под своей фамилией существовал приезжая соответственно сюда Урицкого еще нет значит они он остается его ждать Швейцар кстати еще с царских времен обслуживал приезд этого самого Урицкого вот это вот у нас начало большой морской улицы мы сюда вышли но мы сейчас вернемся обратно потому что рассказ нам нужно будет продолжить вот там вот это нам просто важно показать вам всю красоту и весь масштаб нашего замечательного города Канегисер остался его ждать приезжает Урицкий поднимается Канегисер подходит стреляет в него убивает прямо тут же на повал и дальше начинается крайне интересная история значит ему для того чтобы ну все сделать правильно ему нужно было выйти по идее вот сюда в эти арки на большую морскую и слиться с толпой значит что делает Леонид Канегисер если вы посмотрите на любую древолюционную фотографию то вы увидите что все в головных уборах все поголовно то есть носить шапку картуз, котелок ну то есть что угодно но это требовало требовало обычаи того времени некий кодекс приличий Канегисер забыв свой головной убор на месте преступления садится на велосипед а дело происходило утром площадь еще не очень многолюдная людей было гораздо меньше чем сейчас садится на велосипед и едет на нем вот через всю площадь вот туда в сторону Миллионной очень как вы понимаете неприметная фигура да, чувак без шапки с пистолетом в руке катит на велосипеде через площадь его естественно замечают он доезжает в Миллионные улицы я не помню по-моему до 17 дома могу ошибаться но по-моему да вбегает в парадный подъезд забегает в одну из квартир я напоминаю что в Петербурге всегда была тогда система вот в таких квартирах особенно на Миллионной улице там было два входа парадный и черный хватает какую-то шубу или пальто выбегает через черный подъезд на лестницу и пытается скрыться но его хватают ну и естественно соответственно потом расстреливают поскольку параллельно до этого был убит Володарский возле нынешнего Абуховского моста там памятник стоит и поскольку параллельно с этим было совершено покушение в Москве уже на Владимира Ильича Ленина то Свердлов в своем вступлении объявляет красный террор и не официально а некоторыми официально считается что вот это событие убийство Леонидом Канегиссером Моисея Юридского является точкой невозврата в деле начала гражданской войны потому что как вы знаете на красный террор был белый террор на белый террор был красный террор на красный террор был белый террор и дальше вот эта спираль ненависти разворачивалась просто с нереальной скоростью вот это три события которые произошли здесь на Дворцовой площади и собственно на этом мы сегодня завершим наш увлекательный маршрут я хочу вам показать одну книжечку вот буквально вчера мне привезли огромное количество коробок вот такая книжечка вот пока давай покажем это мой новый роман корень писал 10 лет книжечка в твердой обложке с очень на хорошей бумаге напечатана абсолютно петербургский роман здесь очень много всевозможных аллюзий я специально даже сюжет вам не рассказываю потому что ну будет неинтересно читать и его собственно не расскажешь там несколько главных героев но я вам хочу сказать что это такая получилась книга предчувствия той ситуации в которой мы сейчас оказываемся и в которой как мне кажется мы еще окажемся в будущем книга продается у меня на сайте либо после моих экскурсий стоимость как всегда тысяча рублев плюс доставка кому интересно соответственно приобретаете ну а все анонсы вы можете посмотреть вот там по ссылкам спасибо лёхе за предоставленный девайс мы даже уложились в в одну батарейку да прикиньте оставляйте комментарии пишите насколько вообще вот этот формат интересен насколько он ну юзерабилити господи у меня с русским языком проблем уже насколько он прикладной да насколько он по кайфу потому что первый раз я знаю что некоторые снимают в таком формате но насколько вы действительно вот пальцами двигаете потому что я вот смотрел пару видео мне в какой-то момент задалбливает вот эта история вот но если интересно мы еще в других уже точках пару таких видосов запилим но и докупим батареечку но это конечно же не отвергает мои стандартные проходы я купил себе целый кит и иронин и соньку и все и в общем я теперь даже сам упакован пишите комментарии у